Будем сюда приезжать тоже, тренироваться сами, потому что зал хороший, уютный. Иволгинский район Зазож. В поселе построили новый спорткомплекс. Местные бывают, что сливали в лесу. Сейчас это смысла нет никакого. Потому что рядом у тебя есть настоящие современные очистные сооружения. Миллиарды на защиту Байкала. В Баргузинском районе появится еще одно очистное сооружение. Даже правильный подбор одежды при выходе в лесные массивные зоны, он тоже имеет огромное значение. В Бурятии начинается вакцинация от клещевого энцефалита. На самом деле мы все здесь брошены. Ну, ощущение, как будто бы мы телепортировались в советское время. Нет, в 30-е годы. Мы побывали в прошлом. Жители Соснового Бора жалуются на состояние своих домов, мусор и большие счета за электроэнергию. В эфире АТВ Новости. В студии Чингисачиров. Здравствуйте. На прошлой неделе глава Бурятии с рабочим визитом посетил и Волгинский район. Алексей Цыдинов оценил работу, проделанную за год, пообщался с местными жителями и побывал на открытии нового спорткомплекса в Поселе. Занимаюсь Текмандо 8 лет, с 4 лет. Приехали сюда на показательные выступления. Зал очень нравится. Сегодня мы открыли спортивный зал в селе Поселе, который был выкуплен у частного предпринимателя, который его отремонтировал, полностью ввел, который соответствует всем требованиям. И уже начались тренировочные мероприятия на этом спортивном объекте. Готовое здание власти республики выкупили участника за 18 миллионов рублей. Теперь у полутора тысяч посельцев появилась возможность заниматься волейболом, баскетболом, боксом и даже шахматами. Всего в новом спорткомплексе появились секции по 10 видам спорта. Боксеры являются учащимися в посельской школе и волейболисты также. Взрослое население у нас будет заниматься в вечернее время три раза в неделю по волейболу. И будет создано количество рабочих мест в размере 31 ставки. Зал хороший, большой. Для этого места, мне кажется, очень полезен для здешних ребят. Будет очень полезно заниматься разными видами спорта. Рады за посельцев, если так можно сказать, что у них, получается, в один год появилась и новая школа, и спорткомплекс. Будем сюда приезжать тоже, тренироваться сами, потому что зал хороший, уютный. Первый этаж отдали спортсменам, а на втором разместили классы детской школы искусств и библиотеку. Здесь надо дать должность самим людям. Здесь очень много без всякой нашей помощи. Люди сами делают. Мы сегодня заезжали, где люди сами сделали стадион, сами сделали издевалку, сами поставили коробку хоккейную, заливают ее. Все делают сами. Там не рубля бюджетных средств, но при этом все работает. И детям ездят заниматься, и взрослым ездят заниматься. И так много. Вы же сами знаете, что у нас Иволгинский район самый большой в республике. И безработицы много, и потребность есть. Просится на работу, есть желающие. Всего в Иволгинском районе за год появилось семь новых спортивных объектов. Помимо нового комплекса в поселье, в селах Ашурково, Сужах, Урамша и Сотниково, открыли спортивные площадки. Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в Иволгинске и новый спортивный зал в Сотниково за 43,5 миллиона рублей. Мария Амбасканян, Булат Зандаков, телекомпания АТВ, Иволгинский район. Новость о 14 миллиардах рублей на очистные сооружения в Бурятии обрадовала всех. Сейчас в Баргузинском районе уже строят грандиозные планы. Для них проблема очистных сооружений насущна как нигде. На весь район работает всего лишь одно. Алтана Мункуева отправилась туда и узнала, как с помощью федеральных денег будут спасать природу Байкала. Бурятии выделят 14 миллиардов на очистные сооружения. Это действительно прекрасная новость. Сейчас мы находимся в Усть-Баргузине. Тут проблема с очистными стоит давно. Местные жители вызывают специальную машину, чтобы вывезти свои отходы за пределы поселка. А это ни много ни мало 30 километров. Но в скором времени ситуация изменится. Здесь планируют реконструировать заброшенные очистные бывшего рыбокомбината. Он не работает еще с середины 90-х. С тех пор жидкие бытовые отходы – острая проблема для усть-баргузинцев. Благо в прошлом году заработала очистная в соседнем селе Максимиха. Сейчас она работает на два поселка. Вся очистка начинается здесь, со следной станции. Сюда подвозят вакуумные машины стоки. Стоки принимаются по трубокроводу вот сюда. Вот здесь они проходят механическую очистку от крупного мусора. И дальше уже насосами из этого приемка поступают в усреднитель. Сточные воды проходят несколько этапов очистки. В этом блоке механические грабли сбрасывают весь мелкий мусор в эту корзину. Дальше стоки попадают в первичные отстойники, где на дне оседают более мелкие частицы. Затем сточные воды переходят в аэротенки, где очистка происходит уже с помощью активного ила. Тут микроорганизмы питаются оставшимся мусором. После этого вода отстаивается, фильтруется и поступает на поля фильтрации. То есть через слои грунта естественным способом поступают в воды Байкала. Вода, которую я набрала в решетках, вот это то, что поступает на очистку. Вот то, что выходит после фильтра. Эффективность очистки, вход-выход свыше 95%. До открытия очистных Сергею приходилось возить отходы в другой район Бурятии, в Турку. Само собой, это недешево. Одна машина вакуумная, да, Турки где-то в районе 10 тысяч была, да. Сейчас, с экономической точки зрения, мы считаем, сейчас получается где-то около трех. То есть 7 тысяч за одну машину. Местные бывают, что сливали в лесу. Сейчас это смысла нет никакого делать, потому что рядом у тебя есть настоящие современные очистные сооружения, куда ты увез, сдал и спокойно живи дальше. Жидкие бытовые отходы просто-напросто сливаются на определенных участках. И оценить ущерб, наверное, просто даже в денежном эквиваленте невозможно. Только вот природой был нанесен колоссальный ущерб. Надо же было куда-то вывозить. И тут каждый решал свои проблемы по-разному. А сейчас у меня совесть чистая, то, что запустили очистные сооружения и мы вывозим туда. Да, стало дороже, но зато уже совесть... Дороже стало? Конечно. Возить отходы за 30 километров невыгодно. Поэтому к 2023 году Усть-Баргузин обзаведется своими очистными сооружениями. Отведена площадка под будущие очистные сооружения поселка Усть-Баргузин. Площадь земельного участка составляет 2,3 гектара. На сегодняшний день Ухсом правительства республики Бурятия проводятся проектные изыскательские работы. Алтана Мункуева, Владимир Попов, телекомпания АТВ. Из Баргузинского района. В Бурятии наступает сезон активности клещей. Уже с начала весны в медицинские учреждения обратились 15 человек, пострадавшие от укусов насекомых. Специалисты напоминают о простых правилах безопасности. Помимо клещевого энцефалита, эти коварные насекомые передают вирусы и бактерии, которые могут вызвать различные заболевания. Не нужно пренебрегать и другими профилактическими мерами. Они, на первый взгляд, кажутся такими простыми, может быть, незначимыми. Но, тем не менее, даже правильный подбор одежды при выходе в лесные массивы и зоны, он тоже имеет огромное значение. Но самая главная мера предосторожности – это вакцинация. Мы лечим противоклещевым иммуноглобулином, общими иммуномодуляторами. И не всегда, к сожалению, наша терапия приводит к успеху, к тому, чтобы пациент выздоровел. Поэтому профилактические введения вакцины приводят к тому, что пациент либо переносит в легкой форме, либо вообще не заболеет вирусным клещевым энцефалитом. В этом году республика закупила 136 тысяч доз вакцин. Прививку от клещевого энцефалита можно получить в поликлиниках по месту жительства. Брошенные и забытые жители Соснового Бора застряли в прошлом. Полуразрушенные здания, горы мусора, грязные подъезды и огромные счета за коммуналку. Наша съемочная группа выехала на место по просьбе горожан. Сосновый Бор звучит как название красивой песни или стихотворения, но все намного прозаичнее. Мы в военном городке, который находится в 20 километрах от центра нашего города. Википедия мне выдает, городок имеет современную архитектурную застройку с полным комплексом социально-бытовых удобств. Посмотрим, на самом деле, что тут творится. Музыка 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 Ну, вот так закрывают у нас подвали на зиму. Как вы думаете, тепло будет там, в этом подвале? Ну, ощущение, как будто бы мы телепортировались в советское время. Нет, в 30-е годы. Ой, это что, прям открытый подвал, что ли, у вас? Конечно. Да, мы прошли, взорвать могут нас. Ой, здесь очень крутая лестница. Здесь блохи. Вот счетчик у нас, смотрите. Счетчик? Вот счетчик. То есть... Пожалуйста, сделаем открытый, там не опечатано ничего. Здесь трава растет. Да, трава растет, да. Здесь какие-то деревья, кусты. Ой, господи, это что такое? Ах, ой, фу. Все оборвано, все оторвано. Здесь никто... А разве может быть тепло вот это вот? Потому что... Вот смотрите. Вот здесь фотки снимаете. Видите, какие? Они должны быть все утеплены. Мусор, мусор. Поэтому здесь никогда не будет тепла дома. Водя горячая. Вот видите, что творится? И никто это не делает. Это я здесь с 92-го года. А раньше так было у вас? Не было. Каждый месяц мы оплачиваем 9 тысяч рублей. Вот заходите. Посмотрите. Ничего это не белится, не ремонтируется. Как два года. Ну, все. От шалушиная стояла, так и все стоит. Вот смотрите, видите вот эти вот стыки? Это у нас все, вот это вот все у нас бежит. Это что, паутина? Да. Это вообще. А здесь никто не убирается? Здесь говорят, что вроде как убирается. Но уборщица приходит. А за что пасть деньги тогда? А вот представляете, вот не знаем. С тех пор, как у нас появился Альянс, то у нас такое, тут другим словом не скажешь, свинство, что больше такого мы не видели нигде. Состояние по транспортированию твердых коммунальных отходов в Сосновом Бару на данный момент как бы не такая стабильная, как была. В этом есть ряд причин, так как у нас сейчас идет как бы смена подрядных организаций в районах. Сейчас Альянс четко признал, что было нарушение вывоза. Соответственно, ветер, все это разносится. Плюс жители на сегодняшний момент до сих пор есть проблемы с военнослужащими, которые не несут свой мусор до мусорных баков. Это не единственная проблема жителей Соснового Бора. По их мнению, они переплачивают за электроэнергию. У нас ОДН насчитывает очень большие, большие, большие даже по 600 рублей. Как пришла ЧТА Энерго, мы стали платить бешеные домовые. 195% ОДН сверхнагоревший киловатт. Это же вообще, ну, в процентах это, девочки, получается от суммы, от киловатта, то, что нагорело дома, 100 киловатт, и 190 они дописывают нам еще плюс. До 1 июля 2020 года размер определялся, исходя из объемов, утвержденных не превышая нормативного значения. В связи с внесением изменений в некоторые законодательные акты, те граждане, у которых не установлен прибор учета, расчет за потребленную электроэнергию, производят по нормативам. ЧТА Энергосбыт не отказывается устанавливать прибор учета, но вы сами понимаете, что одномоментно это сделать не можем. Городок приходит постепенно в упадок. Даже городские, скажем так, упадочные территории в более выгодном свете выглядят. На самом деле мы все здесь брошены. Жители города Улан-Удэи, Соснового Бора разделяют всего лишь 20 километров. Но ощущение, что между нами пропасть длиною в 30 лет. Из некогда уважаемого, респектабельного военного городка Сосновый Бор превратился в это. Очень надеемся, что на наш сюжет обратят внимание. С вами была Желема Абадмаева, Максим Перемяков, телекомпания АТВ. Это еще не все. Смотрите сразу после короткой рекламы. Будет достаточно сложным, потому что сперенники там все опытные. Битва умов. Сильнейшие шахматисты Бурятии и Монголии устроили онлайн-сражение. Даже если второе место, для нас это очень много значит. Девочки рулят. Сборная БГУ по волейболу взяла серебро на всероссийских соревнованиях. А женщину головой надо выбирать? Или глазами? Женщину, женщину, женщину. Отношения по расчету или по любви? Что выбирают горожане? Ответы в рубрике Улан-Удэ-Лайф. Покупай в Абсолюте выгодно. Средства для посуды Биолан со скидкой 50% всего за 54,99. Абсолют. Гарант низких цен. Оптика ССЭК. Такую выгоду нельзя пропустить. С 1 по 31 марта в Оптике ССЭК весенние скидки до 100%. На все оправы и солнцезащитные очки. Успевайте до конца марта. Приходите в Оптику ССЭК. В минувшие выходные в Улан-Удэ прошли массовые бои онлайн. Речь идет о шахматах. Наши гроссмейстеры, мастера ФИД и кандидаты в мастера спорта сыграли с лучшими шахматистами Монголии. Кто оказался лучшим, расскажет Антон Симонов. За моей спиной сейчас идут ожесточенные баталии. 10 лучших шахматистов Бурятии сражаются с лучшими шахматистами Монголии. Хочу всех поздравить с таким знаменательным событием, с таким представительным турниром. Сильнейший состав участников. Мне кажется, один из самых сильных турниров, который вообще проводится. С таким количеством международных гроссмейстеров. А пока сборные определяли, кто лучший в тактике. Международный гроссмейстер Инна Ивахинова дала мастер-класс и сыграла круговые партии с девятью соперниками одновременно. В 21 веке мы можем играть шахматы онлайн. Со всем миром. Собственно, я так делаю с друзьями иногда. Поэтому шахматы – это же действительно игра, которая тренирует нечто большее, чем просто спорт. Подождите, я не успел подумать над ходом, она уже рядом подходит. Давай, удачи. В январе этого года проводили подобный матч со сборной Финляндии. Это были юношеские сборные. Мы тогда с большим счетом удержали победу. Хотелось бы отметить, что это, наверное, исторический матч, потому что впервые за все время. У нас вообще в Бурятии четыре гроссмейстера. Мы собрали всех четверых в одном мероприятии. Вот сколько вам осталось сделать ходов, чтобы меня выиграть? Один. Спасибо. Я играла с бабушкой раньше в шашки, в шахматы. И был кружок в школе, и я захотела пойти на шахматы. Я начала заниматься в первом классе. Сейчас я в восьмом, и это уже идет восьмой год. Обучение. И сегодня мы играем против Монголии. Я считаю, что будет достаточно сложно, потому что соперники там все опытные. По итогу наши спортсмены одержали победу со счетом 135-101. Соперники играли хорошо. Но в тяжелой борьбе мы победили. Я думаю, где-то повезло. Очень хорошо играл Чендебир Томерлан. Очень много очков набрал. Мне кажется, это именно он и позволил нам победить. Тем не менее, нашим спортсменам не стоит расслабляться. На этой неделе они поедут в Сочи на первенство России. Антон Симонов, Максим Пермяков, телекомпания АТВ. Женская команда БГУ по волейболу привезла серебро с чемпионата студенческой лиги России. Всего в турнире участвовали 9 команд. Из Перми, Кемерово, Кургана, Иркутска, Красноярска, Сургута, Омска, Тюмени и Улан-Удэ. Наши девочки уступили первенство команде из Перми. Но для них второе место – это тоже победа. Сегодня мы хотим рассказать о тренере, который привел их к такому результату. Меня зовут Климов Сергей Петрович. Я являюсь тренером сборной БГУ по волейболу. Вот уже, получается, пятый год я нахожусь у руля данной команды. Все, встала, бегом, бегом, бегом обратно. Вот так. Очень требовательный тренер. Во-первых, здесь большое количество времени на тренировки уходит. Пять раз в неделю, два, три часа. Плюс нагрузка сильно идет на мышцы. Мне очень нравится нагрузка. Да, мы тренируемся пять раз в неделю. Девочки считают, что это нормально. Я считаю, что этого недостаточно. Я бы хотел тренироваться так же пять раз в неделю, но по две тренировки в день. Если сравнивать с другим тренером, который был по школе, тут совсем другая атмосфера, другой уровень соревнований. По школе как-то это было больше спокойнее, что ли. А сейчас, когда мы понимаем, что выезжаем на такой уровень, у нас как бы больше волнения, больше стресса. А Сергей Петрович, он как бы не подается и пытается нас успокоить. Какой бы уровень ни был, как бы сложно ни было. Он всегда как-то нас поддерживает, что, не знаю, нас как-то подбадривает. В волейболе, то есть, несмотря на то, что он подразделяется на мужской и женский, да, поблажек никаких для девочек абсолютно нет. Все, что делают мужчины, тоже по силу девушкам, поэтому никаких поблажек. То, что вы сейчас видите, это еще на самом деле не падение. То есть, на соревнованиях они намного больше разбиваются. Бывает даже и в кровь разбивается, и травмы из-за этого частенько бывают. Ну, что сделать? Это такой вид спорта. Нападающий удар, касание лицевой и в районе трехметровой линии скидка. Поехали. Также 10 раз одна серия. Все. Лично у меня с ним неформальные отношения. Мы с ним дружим очень давно, еще до того, как он стал тренером команды. Поэтому, ну, как человек он тоже веселый, открытый, и с ним всегда можно посмеяться, поулыбаться и всегда поддерживать трудную минуту. Иногда, когда бывает, мы сами ошибаемся, иногда он бывает злым. А по большей части он всегда добрый. На мой взгляд, это с мужиками намного проще работать, чем с девушками. Грубо говоря, в неформальной обстановке, если ребятам что-то объясняешь, не понимают, можно где-то немножко физическую силу добавить, они сразу все начинают понимать. С девушками же все наоборот. Если мы видим какую-то ошибку в их технических действиях, то очень сложно девушек переучить. Это уходит очень много на это времени. В этом плане тяжело. А с мужиками проще. Мы стараемся выполнять его указания, но не всегда получается. Конечно, если мы не делаем то, что он просит, он злится, ругает, но иногда все-таки мы достаиваемся его поддержки. Как все знают, самый большой стимул – это деньги. Если бы они сидели на зарплате, тогда можно было бы наказывать рублем, как это делается в профессиональных командах. Но у нас, к сожалению, такого нет. Это самый большой минус. Это мне сейчас больше по душе, чем участвовать самому в соревнованиях. Раньше я участвовал в соревнованиях, участвовал и в волейболе. Я уже говорил, что я занимался легкой атлетикой. Поэтому соревнований для меня хватило. Сейчас я хочу реализовать себя как уже в сатосе тренера. Сегодня в рубрике «Улан-Удэ-Лайф» наш корреспондент Анастасия Левина решила задать вопрос, на который ни у кого нет точного ответа. Можно ли построить отношения на холодном расчете? Или только горячая любовь подарит счастье? Ответы смотрите в свежем «Улайф». Моя мама говорит, что мужчина должен быть и умным, и красивым, и семью смог обеспечить, и, конечно же, любил тебя. А где такого найти? И вообще, как мужчины и женщины выбирают друг друга? По любви или по расчету? Как мужчина выбирает женщину и как женщина выбирает мужчину? По любви, девочки. А вы любили когда-нибудь? Да. Какого? Ну, я сейчас встречаюсь с девушкой. Меня уже ждут, и я заблудился, если подскажете. А куда? Ленина 31 – это стоматология, это улыбок. Нет, ну вот зарабатывать он не будет. А как я с ним жить-то? Вместе будете зарабатывать. А если я не хочу? Ну, не выходи замуж. Скорее, скорее чувства, да, выигрывают. Вы знаете, ну, в наше время сейчас, наверное, все-таки головой. Ну, если еще кто-то остался с головой. Ну, какая она должна быть? Есть какие-то определенные качества? Ну, конечно, есть. Например? Ну, чтобы на лицо красивое было. Потому что 85% примерно населения, даже той же республики Бурятии, ну и России в целом, это быдло. А кто меня обеспечивать будет? Кто? Думай, голова, думай. И что, быдло не может любить? Нет, быдло может любить, но, видите, вроде как живем в современном мире, но о головой до сих пор не думаю. Ну, ладно, я не признавалась. Девушка должна так, ну, цену себе набивать? Ой, вообще-то меня бесит, честно говоря. По телевизору покажи меня по первому каналу. Так вот мы и снимаем. Ягода-малина. Нас к себе вонила. А это победный комментарий прошлого выпуска. Забирайте свой приз от сети доставок суши и роллов. Йоби да йоби. Вот смотрите, меня пытаются обмануть. А женщину головой надо выбирать? Или глазами? Женщину, женщину, женщину. Ну, мы как бы любим, но мы же смотрим, кем он работает, где он работает, тоже важно. По расчету можно замуж выходить? А почему бы нет? Пожалуйста, если бедная за богатого. А счастье-то будет? А счастье-то будет? Да будет, не будет, а при деньгах всегда счастливы. Главное, да. Не, ну я сказал, как бы, и вот, вроде как ухаживаю за ней, вот там, да. Ответочки ждете, да? Ну да, хотелось бы, честно говоря. Она с кем-то подговорилась, вступила с кем-то в преступную связь, в преступный сговор и пытается меня обмануть. Вы как мудрый человек. Какой я мудрый, старый, слепой. Раи в шалаше нету. Раи в шалаше, если милый атташе, да? Да. Ну, у помощника прокурора. Красный, намазал, вот красный, жесть помазал. Хорошо, я красный. Дорогой намазал, дай мне оленьки не хватать, мне 20 рублей. Как выбрать идеального мужчину или идеальную женщину? Какие они должны быть? Какие? Ну, честно сказать, вот такая, как ты. Я тебя увидел, да? Как будто ангибочек себе спустил сюда на землю. Да вы что? Я серьезно говорю. Не знаю, у нас родители так учили. Что нужно любить, да? Да, что нужно сердцем выбрать человека. Полвека прожил больше, да? А красивее я ее видел. Да? А вы же говорите, что вы плохо видите. Как думаете, молодежь сейчас руководствуется сердцем? Да нет, наверное. Почему? Почему? Я думаю, они сейчас вообще безголубые. Да. А вы по-другому, да, думаете? Ну, и так же. Ну, мы не всегда сходимся, конечно. Так а если девушка сразу скажет, люблю. Мне кажется, у вас интерес у мужчин пропадает. Не, ну, смотря... Да, да, согласен. Ой, е... Как поддакиваем-то, а? Все, кого жалуются, кто тебе надо. Да кем, люб, пытаются отобрать? Из... Все вначале перспективные. Просто у кого-то получается, а у кого-то просто много слов. Но дел очень мало. Он ума пытается. Ему что-то надо, я и понять не могу, что ему надо. Не по земле стоишь или что? Так же, как ты, на земле. Так же, как ты. Вот у меня выбор, допустим, да? Есть тот, которого я люблю, но за ним ничего нет. Он только начинает, да? Ну, а мне уже хочется, чтобы что-то было. И есть тот, который... Ну, мне просто симпатичен, но я знаю, что обеспечено буду точно. Что выбрать? Кого выбрать? А вы попробуйте с тем 3-4 месяца пожить. С каким? Ну, который что-то начинает. Посмотрите на его вот это вот стремление. Расчет или чувство? Разум или любовь? Как поется в одной известной песне, не гадайте на любовь, если счастливы глаза. Пишите комментарии на сегодняшнюю тему и получайте призы от сети доставок суши и роллов. Йоби да йоби! На этом все. Еще больше новостей смотрите у нас на сайте и соцсетях. Всего хорошего и до встречи в эфире. Покупай в Абсолюте выгодно. Десерт Бонжур со скидкой 46% всего за 59,79. Абсолют. Гарант низких цен. Оптика ССЭК. Такую выгоду нельзя пропустить. С 1 по 31 марта в Оптике ССЭК. Весенние скидки до 100%. На все оправы и солнцезащитные очки. Успевайте до конца марта. Приходите в Оптику ССЭК. Продолжение следует...